здравствуйте меня зовут дмитрий андреев я работаю в институте биорганической химии и сегодня я хотел бы вам рассказать про то как синтез белка в наших клетках регулируется и зачем это бывает нужно и так на прошлой лекции я рассказывал вам про то как используется и декодируется наша генетическая информация и вот на данной картинке вы можете снова увидеть что есть днк из некоторых участков этой днк копируются небольшие фрагменты инструкции рнк из которых потом уже наши рибосомы транспортные рынка по инструкции собирают белки вот разные модели белков штука в том что потребности в белках в наших клетках нашем организме постоянно меняются ну например вам потребовалось по какой-то причине допустим у вас появилось большое количество питательных веществ и вам потребовалось произвести больше модели 1 вот этого белка и например вам в данный момент не нужно производить модель 2 и 3 как можно этого достичь ну самый простой вариант если вы хотите произвести больше белка вы можете просто скопировать больше инструкций которые кодируют эти эти белки а те белки которые вам не нужны вы просто не копируете инструкции это регуляция на уровне синтеза рнк или на уровне транскрипции и это действительно тот уровень регуляции который очень часто очень активно используется в нашем организме но есть и другой вариант когда у вас одинаковое количество инструкций одинаковое количество мрнк но вы можете сделать так что 1 мрнк будет более эффективно использоваться для синтеза белка а другие мрнк например не будут использоваться для синтеза белка это регуляция на уровне белкового синтеза или на уровне трансляции для того чтобы понять как это все может регулироваться мы должны посмотреть на самую первую стадию синтеза белка когда вот трибосома находит должна найти первый триплет ауга с которого и начинается белковый синтез и давайте посмотрим более внимательно на наше мрнк которые кодируют белки если мы посмотрим на них более внимательно мы можем обнаружить что в самом начале в мрнк добавляется специальная химическая группа это такой модифицированный остаток агэ соединенный специальной связью с остальной частью рнк и он больше не встречается нигде внутри рнк только вот самая первая буква это модифицированный остаток называется кэп и кэп очень важен для того чтобы наши белки могли правильно синтезироваться как это работает как работает самая первая стадия синтеза белка и так у нас есть кэп связывающий комплекс состоящий из трех разных белков это специальные белки которые нужны для начала синтеза белка этот кэп связывающий комплекс связывается с кэпом на рнк вот этот белок в частности который называется 4e он просто узнает и связывает кэп начале рнк что происходит дальше этот комплекс он привлекает связывает рибосому вот эту малую рибосомную субчастицу с дополнительными белками вспомогательными но мы не будем про них сейчас говорить я скажу только про один важный белок который называется ею 2 здесь он просто обозначен 2 вот этот коричневый кружочек он приносит самую первую транспортную рнк заряженным метионином на рибосому то есть тут и рнк с которой все начинается начнется белковый синтез и вот у нас рибосома села на начало рнк этот комплекс и дальше он начинает двигаться по рнк и начинает сканировать ее последовательность пока не найдет стартовый кодон ауге если вот этот процесс движения он называется процессом сканирования когда ауге кодон найден а его находит вот это вот транспортная рнк вы здесь можете увидеть в нижней части рисунка что она должна образовать взаимодействие с вот этим вот ауге антикодон этой транспортной рнк в общем когда это происходит у нас вот эти белковые вспомогательные белки уходят присоединяется большая субчастица рибосомы и начинается уже синтез белка подскажите как мы пришли к тому чтобы анализировать синтез белка это как-то случайно в ходе каких-то других исследований произошло или мы прям целенаправленно разобрали тело на кусочки и посмотрели как это все происходит ну на самом деле задача науки разобраться как мы работаем как мы устроим и поскольку синтез белка это один из самых таких важных фундаментальных процессов конечно очень многим ученым было интересно как это все работает как устроено и мы до сих пор много чего не знаем самом деле много про регуляцию синтеза белка и прочее на самом деле это очень важный процесс и он связан с медициной потому что вот например тот пример про который я не говорил в лекции но он тоже очень интересный чтобы вы знали половину всех антибиотиков которые известны на данный момент которые мы используем для лечения какие-то бактериальные заболевания они действуют на синтез белка бактерий то есть они на активируют выключают бактериальные рибосомы то есть мы с вами используя знания синтезе белка мы справляемся с огромным количеством инфекций таких которые раньше были неизлечимы с которыми нельзя было бороться мы используем регуляцию синтеза белка когда нам это нужно зачем вообще нужно регулировать синтез белка дело в том что белковый синтез это один из самых энергозатратных процессов в нашем организме наших клетках большая часть энергии которые мы с вами наши клетки вырабатывают она как раз тратится на то чтобы синтезировать новые белки поэтому если клетка испытывает какие-то проблемы например там голодание или какое-то стрессовое воздействие повреждения то она пытается сэкономить ресурсы и как это можно сделать просто мы можем просто выключить временно выключить синтез белка таким образом сэкономим много ресурсов так оказалось что регуляция белкового синтеза она в основном происходит на вот этом самом первом этапе синтеза белка когда вот рибосома ищет стартовый кадон и давайте посмотрим как это происходит на этом слайде вы можете увидеть два основных способа которые используются в наших клетках чтобы регулировать белковый синтез первый способ основан на использовании такого белка репрессора он называется 4e bp то есть в нормальных условиях он неактивен но когда наступает какой-то стресс у клетки этот белок активируется и что он делает он связывается с вот этим 4e синеньким и разрушает таким образом кэп связывающий комплекс после чего кэп связывающий комплекс уже как бы разрушен он не может привлечь рибосома на рнк и она не может начать синтез белка то есть синтез белка выключается и другой способ который активно используется это когда при каких-то стрессовых воздействиях на вот этот белок 2 добавляется специальная химическая модификация что его инактивирует и он не может принести первую т рнк на рибосом ну соответственно если он не приносит первую т рнк то ничего и не начинается синтез белка также выключается эти процессы регуляции синтеза белка используется очень много где ну например в том числе при формировании нашей памяти и когда мы что-то запоминаем для этого нужен синтез нового белка но я вам расскажу о важности регуляции белкового синтеза на примере наших взаимодействий с вирусами многие вирусы содержат свой геном виде рнк а именно виде готовой к употреблению м рнк то есть внутри белковой оболочки вируса содержится молекула м рнк которая сразу же после того как она попадает в нашу клетку и высвобождается из оболочки она готова связать рибосомы и с нее уже будет синтезироваться вирусные белки которые нам вредят среди таких вирусов это не все вирусы но очень большая группа рнк содержащих вирусов есть такие вирусы которые вызывают заболевания у человека в частности есть относительно безвредные вирусы это риновирус который вызывает простуду но также есть опасные вирусы например полиовирус который может вызвать паралич вирус гепатита c который может вызывать хронические повреждения печени ну и печально нам всем известный сейчас вирус коронавирус SARS-CoV-2 новый коронавирус все они содержат внутри белковой оболочки м рнк и что интересно если мы посмотрим вот на ту картинку которую показывал на предыдущей лекции где нарисована инструкция по сборке вот этого шагающего нашего клеточного белка вот это наша собственная инструкция а весь геном вируса вся информация о вирусном белке частности вот у полиовируса она меньше по размеру чем информация об одном единственном нашем белке который вот здесь представлен то есть геном у вируса очень маленький но его прочтение может вызвать очень большие проблемы у организма как вы думаете если бы мы не научились бороться с вирусами подстроился смог бы подстроиться наш организм и как-то сосуществовать с ним но на самом деле мы так и не умеем бороться с вирусами из по сути практически не существует специальных каких-то лекарств которые способны побороть вирусную инфекцию вот есть стратегия с вакцинированием это единственное что может на самом деле что сейчас работает вот но с некоторыми вирусами мы вполне долго живем например с вирусом герпеса многие люди как бы живут с некими с некоторыми другими вирусами которые нам очень сильно не вредят но конечно ничего хорошего от них все равно ждать не приходится а так это очень интересная область действительно пытаться придумывать какие-то лекарства для борьбы с вирусом нужно отметить что у этих вирусов у них нет своих с рибосом своих транспортных рнк они используют все наши ресурсы для синтеза своих белков и и вот допустим в нашу клетку попадает вирусная частица из нее высвобождается мрнк и в этой мрнк закодированы вирусные белки и все что нужно для копирования увеличения количества копий этого вируса клетка имеет ряд защитных механизмов призванных бороться с вирусными инфекциями это так называемый врожденный иммунитет и один одним из способов борьбы с вирусными инфекциями является специальный механизм который действует как раз на уровне синтеза белка у нас есть такой белок называется ptr который способен распознать чужеродную нуклеиновую кислоту внутри нашей клетки чужеродную рнк и вот если это происходит если белок опознает вот эту чужеродную аминокислоту что происходит он как раз навешивают вот эту химическую модификацию на белок 2 на фактор еф-2 и таким образом инактивирует еф-2 инактивирует весь синтез белка в клетках есть какая цель у клетки как только замечена вражеская рнк надо полностью выключить белковый синтез и свой и чужой чтобы не дать вирусу размножиться и соответственно инфекции распространяться дальше вот это наш способ один из способов борьбы с вирусом но вирусы используют свои собственные стратегии для того чтобы бороться с нами и вот на примере полиовируса он использует вот следующий хитрый механизм борьбы за наши ресурсы если мы посмотрим на геном мрнк полиовируса мы можем увидеть что здесь есть некий участок который кодирует все вирусные белки с необходимой оболочки для копирования вируса их в общем-то там не так много но у этой мрнк есть довольно протяженные и большие не кодирующие участки которые белки не кодируют и вот в частности у этого вируса вот этот не кодирующий участок он имеет очень необычную очень хитрую функцию он способен связывать нашу рибосому прямо внутри рнк и сажать ее на вот этот стартовый кодон который кодирует вирусные белок без того процесса который происходит в наших рнк без связывания с кэпом без сканирования но собственно у этого вируса у него и и кэпа то нет то есть он не мог бы в принципе работать так как работают наши мрнк и этот вирус используют такую хитрую систему синтеза белка не просто так а для того чтобы бороться с нами что же он делает один из вирусных белков который кодируется вирусе 2а он разрезает кэп связывающий комплекс вот вы можете видеть отрезает вот эту часть который содержит 4 е от остальной части и таким образом он инактивирует нашу собственную трансляцию но штука в том что вирусу никакой кэп не нужен и он может продолжать работать вот этим разрезанным кэп связывающим комплексом таким образом получается что при вирусной инфекции вирус пытается инактивировать нашу собственную трансляцию и тогда все рибосомы все транспортные рынка все ресурсы клетки оказываются в его полном распоряжении и все наши рибосомы синтезируют новые вирусные белки собирается множество копий вируса который затем заражает другие клетки таким образом мы видим что у нас на уровне регуляции белкового синтеза постоянно идет борьба с патогенами и патогены борются с нами за наши ресурсы и это всего лишь один из примеров того как синтез белка и для чего синтез белка регулируется нашим организм если мы умеем отключать синтез белка можем ли мы таким образом бороться с коронавирусом он ведь кодирует белок можем и мы это пытаемся делать наши клетки организма но дело в том что коронавирус хитрый у него есть специальные белки которые нашу защиту преодолевают и не дают синтезу белка отключиться и у него тоже есть стратегия каким образом он переключает синтез белка как бы не дает синтезироваться нашим белкам зато дает синтезироваться своим белкам на этом все на самом деле я не успел рассказать очень много интересного если вам понравилось у вас есть вопросы пишите комментарии я постараюсь на них ответить всем удачи а